Описание Билы, как Крюшна убивает Майкалия. И в прошлый раз слышали о том, как Самариди Шипкок убил Гаруду, который не мог прилетать на Калияхрад на Иммуне, на озеро, на Забыть, которая называлась на Иммуне и где поэтому пустился Змей Калия. И вот за этот аппарат Сабвари Риши у него появилось сильное желание создать смертельный мир. До этого он тысячи лет совершал эскезы под водой Иммуны. Но сейчас он захотел жениться. Мандаты выделили 50 форм. Когда я говорю, что с признаком того, что у Сверхуновичного аппарата развивается вожделение сердца, так и произошло с Сабвари Риши. Если у Сверхуновичного аппарата, то Майя покрывает сознание. Господь, то есть живо не может сопротивляться Майя обусловленная душа, но если душа не совершает вожжного аппарата, то Господь защищает ее, душа, погружается в Майю. И так Сабвари Риши он женился на 50 вечерях мандаты. Когда Сабвари Риши пришел в Мандаты, я попросил жениться на одной дочери. Он говорит, дай мне в жены дочку. Царь, думаю, дал просто святое, он там одни кожи и кости. Зачем я своих страстных жен отдам мне в жены? Он тогда сказал, я организую свою амбару, то есть та церемоника, которая принцесса выбирает себе из браника. И тогда Сабвари Риши он подумал, но он посмотрел на свое тело, оно иссохло от аскез, и он тогда своей мистической силой принял прекрасную форму и пришел на эту свою амбару. Тогда не только одна принцесса, но и 50, все 50 вечерей, мандаты всех привлеклись им. Сабвари Риши, Мандаты. Сабвари Риши, Мандаты. Он тогда пришел и встретил со своей старшей дочерью. Он видел, насколько Сабвари Риши создал условия, огромные дворцы и так далее. И все дочери, каждая дочерь говорила, о, он меня так обеспечивает хорошо, он никогда меня не покидает, он меня так любит. То есть, Сабвари Риши с подмистической силой, он обеспечивал такое великое царство и так далее. Ну вот результаты штаба парадхи. То есть, часто материальные, которые увеличиваются, они тоже являются результатами штаба парадхи. То есть, Майя таким образом забирает сознание, конечно. И то есть, кто-то может сказать, это же, покажешь, ну, кто-то может сказать, в комментарии говорится, потому что ты положишь, что это же хорошо, вот Сабвари Риши, он жену обрел, богатство, стал здесь волшебство, шести. Но на самом деле нет, это не так. До этого Сабвари Риши, он содержал личный шик, личное сердце в своем. И от этого испытывал огромное счастье. А сейчас он получил доступ только капелька материального счастья. Счастье материального мира, все счастье материального мира несравнимо. даже с одной каплей того духовного счастья, который был доступен Сабвари Риши. Вообще материальное счастье, оно сравнивается с чесоткой. Это же, как человек чешет до крови. То есть, он утоляет, на обновине утоляет чесотку, но потом появляется кровь. Поэтому сады, они должны быть осторожны, чтобы не совершать оскорбление преданным, иначе майя покроет сознание на каждом. Что сделал Сабвари Риши? Он пожалел рыбок и прокинул Гаруду. И это рыбам тоже было неблагоприятно, потому что, когда Гаруда не мог прилетать туда, нам послился калия и отравил всю рыбу. И так Гаруда говорит, что сострадание этого материального мира – это тоже иллюзия своего рода. И ради этого материального сострадания, в этом материальном мире, не стоит жертвовать духовной практикой, и тем более совершать почнаву аппаратку. Когда Кришна думал, что вот змей Калия, он будет мешать, совершать вилы, и тогда он собрался на дерево, которое поставлено на дерево, осталось, после того, как Гаруда поставил на него горшочек. Когда Кришна забрался на это дерево и прыгнул в это озеро, не погиблись огромные волны, из-за таких пещер, сжил Калия. Калия думает, тоже это может быть, потому что даже птицы не может пройдет над этим местом, сколько все было правильным. Ничего не росло в округе, поэтому он удивился, кто же сможет купаться в этом озере. Калия выплыла из-за очень красивого мальчика, который носил пирлянду. Был темного цвета, его жены убеждали. Калия говорили, о, это сам Агаван, не сражайся с ним. А он думал, нет, он просто пастушок. У него было столько гордыни, и так Калия выплыл. Господи Кришну. И вначале Кришна не сопротивлялся, он дал полностью связать себя. Почему? Две причины есть. Кришна, Верховный Господь, просто с твоим взглядом совершает творение, разрушение, для того, чтобы дать энтузиазм Калия. Кришна не прикладал никаких усилий, чтобы освободиться. Вторая причина. Кришна дает шанс Калия сражаться. Если бы этого не сделал, то Калия мог бы сказать, то ты не дал мне шанс даже посружаться. Тогда Кришна подумал, ладно, хорошо делай, что хочешь. И так все телята, коровы, они стали плакать. Все, все начали повсюду происходить неблагоприятные вещи. Землетрясения. Левая сторона всех мужчин стали дергаться. Насколько я слышал, женщин правая и другие неблагоприятные знаки. Все подумали, о, наверное, что-то с Кришной произошло. И никто не может ничего сделать с Кришной, потому что он же творец Вселенной, создатель всего этого мироздания. Контролирующий, уничтожающий. Но Кришна увидел, что все неблагоприятное происходило, потому что мальчики чувствовали боль, того, что они испугались за Кришну, и коровы, и телята. И поэтому Боги стали проявлять весь неблагоприятные знаки. В этот день был рождение Балдавра, поэтому он не пошел кости коровы. И так Балдавра не пошел, поэтому с Кришной Кришной попал в виду, поэтому все Прадживаси стали волноваться. Стопы Кришны, они украшены знаками благоприятными. И так медитируем на его стопы, украшены благоприятными знаками. Всех пришли на Калиях Рад, в йоге, и так далее. То есть, так же, как Криши, они соблюдают медитацию на отпуск на стопы Кришны, они достигают этого слуха. Так же и Радживаси, они испугались за Кришну, и их ум был полностью занят мыслями о Кришне, в это настроении, в обруженности о Кришне, они пришли на Калиях Рад. И они подумали, как это могло случиться, почему Кришна попал сюда. Мать, что ли, потерял сознание, все Прадживаси, они также дали огромный страх и разлук под лишним. Это прадживаси официальная душ, и я не знал, что не нужно, это пердемь. Но если вы неоптимая желаемую службу, он отметил его дым на прядь. Прадживаси, на прядь ли, когда онлекает самынг-мани, он шуманвавад и потерялся. «Мель Ирина, он у нас защищает свисту. Когда Кришна искал Шримандахмани, до этого Кришна как бы просил Шримандахмани, этот камень мог каждый день выигрывать по 100 килограмм золота, поэтому, когда Кришна просил его Садраджита, тот сказал, нет, я не дам. После этого сына Садраджита получил этим каменем, и этот камень, его сын пошел в церковь, он был убит в львом, совсем в Джамбавану, у него в льва, и он в камень пошел с ним. Кришнаgend, у него тоже не было. Сратегат. 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 И там, короче, Тхишира проклял всех женщин, что они не смогут держать их кровь. Это хранит тайну, не сможет хранить тайну. Они не смогут держать их кровь, но они не смогут держать их кровь. Когда идут женщины, они начинают болтать, если какие-то рассказывают. Нет, кто-то говорил, что Кришна украл все манты к майне. Тогда все начали искать этот камень. Он видел, как девочка играет с камнем ищет. И Варакавати тоже отправились туда. Кришна вошел в пещеру. И мне было Кришной несколько дней. Тогда Варакавати подумали, что Кришна погиб, поэтому ушли оттуда. Варакавати оставили Кришну. Но Варакавати не любят Кришну, потому что они готовы расстаться с жизнью. Если Кришны нету, если не видят Кришна, не могу с Кришной жить. И Валадев Прабху он знает могущества Кришны. Варакавати просится в это озеро, чтобы спасти Кришну, помочь Кришне. Но Валадев тогда всех останавливал. Валадев сказал, да не волнуйтесь, все нормально. Если Кришна победит Кали, если он потом вернется в виде всех мертвого, он потом уже расстроится. Таким образом, он не пытается прыгать в воду. Валадев Прабху он знает, что Кришна не знает, что Кришна не знает. Он знает, что Кришна не знает. Варакавати – они вечные спутники Кришны. Разве они не знают, что он очень могущественен? Конечно, они знают, но их знания Айшвари Кришна открыты и Макурии, и Депобли Кришны. И поэтому они как бы думали прыгать в воду, чтобы спасти Кришну. И тогда Валадев Прабху сказал, Кришна, что ты делаешь сейчас все, просто тебя спасать? Тогда Валадев Прабху говорит, что Кришна, ты играешь с маленькой змеей. Если ты хочешь играть с змеей, то играй со мной, одна из моих форм. Кришна, ты играешь со мной, с моей огромной формой. Когда Валадев Прабху улыбался, когда он просил Кришна, как можно быстрее вернуться на берег. Макури Валадев Прабху говорит, что это здоровое. Дня, крыну. Я сейчас думаю, что это здоровое. Сейчас у меня есть тех, кто-то. Вот, что дети? Я сейчас говорю. Сегодня они все хуже, за хорошем глаз. Сегодня это здоровое, сегодня я уехал. Сегодня мы сейчас живы с нею. В этом мире в плане. Сегодня мы сейчас живы с трех. С древесторией с пищевой. Продолжение следует... Продолжение следует...